Еще раз всем доброе утро. У нас в гостях Дарья Фахразиева, куратор общества по защите бездомных животных хатика. Но сегодня она не одна. Сегодня она вновь пришла с питомцем, который ищет себе дом, ищет себе хозяев. Белоснежка, так зовут кошечку. Здравствуйте, дамы. Сразу с вами с обеими поздороваемся. Но сегодня мы решили продемонстрировать вам эту самую белоснежку. Возможно, она кому-то из вас приглянется и составит в ближайшее время уже компанию. Летом можете ее взять с собой и отправиться, например, на дачу. Она вам всех мышей переловит, это гарантированно. И хорошо проведете время. Ну а вообще, сегодня мы бы хотели зацепить такую тему, как перевозка домашних животных куда-то в незнакомое место на ту же самую дачу. Расскажите, вот есть какие-то правила для того, как нужно вот с кошками обращаться, когда отправляетесь за город? В первую очередь нужно позаботиться о вакцинации, так как на даче есть кровососущие, которые могут представлять опасность для животных. То есть нужно вакцинироваться от бешенства, от чумы и прочих инфекционных заболеваний. Это обязательные, да, какие-то прививки? Нет, обязательно. Но если они делаются первый раз, через 2-3 недели, еще вторая прививка и каждый год до конца жизни животного. Ничего себе. От кровососущих самое эффективное для кошек – это капли на холку. Для собак также существует таблетка, которая также очень хорошо работает. Следует от внутренних паразитов защититься, то есть это таблетки. Самое главное – правильно выверить дозу, это по весу животного. А так препаратов великое множество. Ну, вакцинацию все-таки лучше доверить врачу. Ну, разумеется, да, не самим. Я бы даже, у меня рука не поднялась, поставить кошке укол. А как лучше, не ставят, конечно, чтобы, так же, как людям укол раз поставили, чтобы... Ну, сам вы-то смогут это сделать? Нет, я по его специалистам, да. А как часто вот можно перевозить? Или вот раз в сезон перевезли на дачу, и все там как-то... Они вообще понимают, что происходит? Почему меняется? Стресс? Ну, да, все равно это стресс для животного. Если он очень плохо переносит перевозку, и вы ездите буквально на выходные, то есть смысл лучше дома оставить. То есть, если на длительный период, конечно, как одного животного оставить. Ну, смотрите, да, вот в чем проблема. А можно, допустим, животное, допустим, к вам принести, оставить, а самим уехать на дачу? Или нет такой услуги? Ну, как сказать, временно. Временно. Сохранение. Передержку, самому искать, да, почему нет. Скажите, ну, а вот, может быть, есть такие истории, когда вот люди уезжали на дачу, а там кот или кошка или собака, неважно, убегали, потом оказывались у вас, и по истечении какого-то времени все-таки хозяева находили своего питомца? Да, были такие услуги. А вот что сделать, чтобы не убегали-то? На привязи постоянно держать? Ну, говорят. Чаще убегают все-таки нестерилизованные животные, у них гормоны играют, так что спокойнее, чтобы животное стало. То есть надо стерилизовать, и все будет хорошо. Какая история у белоснежки? Где вы ее нашли, да, чтобы, может быть, кто-то приметит ее себе, она такая активно чувствуется, мы тут еле утихомирили, еле как-то перед эфиром. Может быть, кто-то из наших телезрителей смотрит и говорит, да это же не белоснежка, это же моя лапочка. Ласточка, да. Она на самом деле очень ласковая, сейчас немножко переживает. Нашли ее в одном из дворов города Красноярска еще год назад, так и не нашла своих любящих хозяев. Очень долго искали ее котят, она была кормящая, так и не нашли их, к сожалению. Вылечили ее от мастита, привили, стерилизовали, все, она очень готова к пристрою. Слушайте, ну, душащипательная история. А как вот вы нашли в одном из дворов Красноярска, специально ловили или что? Ну, дети ее нашли, потом написали в группу. И вы сразу же подключились, да, к судьбе этой девочки? Какой возраст у нее, Даши, примерно? Три года. Три года уже, да? То есть, а как она с другими взаимодействует? Всегда это Игорь спрашивает, потому что действительно, как вот, мы люди же тоже приходим в место, где другие люди, мы уже там причинаем, взаимодействуем. Как она реагирует с другими? С другими кошачьими она живет прекрасно. Она находится на передержке, где еще помимо нее четверо кошек. Все прекрасно живут, с собаками не пробовали. Блин, что такое находится на передержке, где помимо нее еще четыре кошки? Это где такие места? Да то есть такие добрые люди, которые берут себе в квартиру. Ну, как вы, да, взяли, да, Дарья? У вас тоже, получается, есть, да? Да. У вас кошка, а кот? Кошка. А, кошка тоже, да, на передержке, да? Ну, а может тогда такой вопрос сугубо практичный, когда берете кошку на передержку, кто оплачивает услуги по содержанию этой кошки? Ну, и как минимум уже надо кормить. Да, ну, есть, ну, в зависимости от договоренности, есть люди, кто берут на полностью под свою ответственность и сами покупают корм. Есть, кому группа предоставляет. Не, ну, здорово, что такие люди есть. Нас мы покормили, так. На передержку, да? Я на передержку пойду, пошиву, там, у других, да? А можно подержать? Смотри, сейчас, как показывается. Привет. Зацарапает тебя, зацарапает. Слушайте, ну, она абсолютно нормальная, комфортная, кошка, да, такая. Чистенькая. А кто дал название «Белоснежка»? Не могу подсказать. Просто кто-то, да, увидел сразу «Белоснежка». Ну что, мы просим вас, уважаемые телезрители, внимательно посмотреть. Возможно, вы себе заберете эту «Белоснежку». Три года, как говорят, да, уже возраст. Достатка воспитанная такая. Игорь, все хочешь всех забрать, кошек? Ну да. У тебя уже одна есть? У меня уже одна есть. Пока мне хватит, честно говоря. Но кому-то из вас точно вот эта дама может составить компанию. Как мы уже сказали, если собираетесь отправляться куда-то на дачу, посмотрите, никуда не убежит. Все прививки уже сделаны. Так что вот она, ваша новая любимица. Если вы не знаете, да, куда обратиться, всегда можете обратиться к нашим ребятам. Да, у нас в гостях Тария Фахразиева, куратор общества помощи бездомных животных «Хатика», которые всегда вам помогут и подскажут, что необходимо сделать перед тем, как поехать с животным путешествовать, ну, как минимум, на дачные участки. Ну, а если с животным наигрались на дачном участке, чем заняться прохладными или теплыми летними вечерами, мы вам сейчас подскажем. Дело в том, что мы по-прежнему призываем вас все-таки обращаться к литературе. Читать это очень полезно и для ума в том числе. Ну, вот какие новинки для вас мы подготовили сегодня, давайте-ка узнаем из следующего сюжета.